Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой эфир, второй эфир сегодня, и он будет посвящен резолюции Европейского парламента, который был принят на прошлой неделе, 14 марта. Дело в том, что после принятия резолюции в социальных сетях прошла информация о том, собственно, о самом тексте резолюции, и пошли дискуссии, вопросы со стороны многих наших граждан, которые не в полной мере понимают, какие последствия ожидает Казахстан и, собственно, сами власти Казахстана. И в этой связи 15 марта известный юрист и правозащитник Бота Джордан Мали она выступила с пояснениями, рассказывая о резолюции. Резолюции Европарламента достаточно масштабные, и в истории нашей страны это первая резолюция, которая охватывала бы такой широкий круг вопросов. И, собственно, по расстрелу Жанна Узенцев 2011 года, и по работе профсоюзов, по пыткам, по уголовным преследованиям тех или иных людей, по политическим мотивам. Было много информации написано по деятельности демократического выбора Казахстана. То есть это, на самом деле, такое полномасштабное выступление Европарламента, которое, наверное, за всю историю независимости Казахстана никогда не было. И я хотел бы пояснить, почему это произошло, и что мы можем ожидать. Ну, во-первых, надо отметить, что впервые, опять же, практически одновременно произошли события по Казахстану не только связанные с резолюцией Европарламента, но и ежегодный отчет Госдепартамента США затронул те вопросы, которые прозвучали и в резолюции Европарламента. И хочу обратить ваше внимание, это произошло почти синхронно, и при этом круг вопросов, который озвучивался в Госдепартаменте США, так и Европарламенте, он очень схож. Это, по сути дела, подтверждает, ну, адекватность того, что озвучено в этих документах, подтверждает, что все те события, которые происходили в Казахстане в 2018 году и в этом году, они получили должную оценку у Европейского сообщества и у Соединенных Штатов Америки. Почему я акцентирую внимание именно на отчетах и Госдепартамента США, и Европейского парламента? Ну, мы все прекрасно понимаем, что фактически цивилизованный мир, который двигает планету и влияет на развитие всего человечества, это европейское сообщество и Соединенные Штаты Америки. В зависимости от их позиций, как США, так и европейского сообщества, происходят те или иные события, в те или иные странах, как экономического характера, так и политического характера. Поэтому та резолюция Европейского парламента, которая вышла 14 марта на прошлой неделе, является очень важной для нашей страны. Дело в том, что Казахстан подписал соглашение с Европейским союзом о сотрудничестве и партнерстве. И, соответственно, этим соглашением Казахстан взял на себя обязательства. Их обязательств таких существует много. И в рамках ООН подписаны соглашения, и отдельные соглашения подписаны с теми или иными европейскими странами. И, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что ряд ключевых обязательств, которые взял на себя Казахстан, они не исполняются. И в первую очередь связаны с правами человека, со свободой СМИ, с отсутствием или применением пыток, которые в Казахстане активно присутствуют, с отсутствием возможности заниматься политической деятельностью, с отсутствием реальных профсоюзов, которые должны защищать права работников предприятий. И огромное количество запретов, которые так или иначе должны отсутствовать, потому что Казахстан на себя взял обязательства, подписал международные соглашения. Согласно Конституции Казахстана, международные соглашения стоят выше, чем внутренние законодательства. Поэтому, скажем так, что у Казахстана есть юридические обязательства по исполнению тех или иных пунктов соглашения, как с Европой отдельности, как с Европейским Союзом, так и отдельно по международным соглашениям с теми или иными странами. Так вот, что здесь ключевого сказано? Здесь в этой резолюции озвучено, что Казахстан – это страна пыток, где пытает людей. Казахстан преследует журналистов, нет свободы средств массовой информации. Казахстан преследует политические организации, называя их экстремистскими. Казахстан преследует людей по политическим мотивам и сажает их в тюрьмы. В Казахстане отсутствуют свободные профсоюзы, Казахстан преследуется за вероисповедание, Казахстан преследует правозащитников, Казахстан преследует блогеров, в Казахстане существуют различные статьи 174, это связанные якобы с разжиганием, возбуждением социально-национальной и другой прозни. Статья 274, якобы запрещающая распространение ложной информации. В Казахстане не расследует обстоятельства, которые произошли в Жанавзене. И если внимательно почитать все эти пункты резолюции Европейского парламента, видно, что Казахстан это неправовое государство. Я сейчас выступаю, по сути дела, как представитель демократического движения, демократический выбор Казахстана. И вы знаете, что 13 марта прошлого года Назарбаев решением Есильского суда назвал демократический выбор Казахстана экстремистской организацией. Так вот, собственно, в этой резолюции четко озвучено, что демократический выбор Казахстана это мирная политическая организация. По сути, то же самое звучит в докладах Госдепартамента США. И вы можете уже себе четко зафиксировать, что демократический выбор Казахстана получил международное признание. Назарбаев называет ДВК экстремистской организацией, при том всем, что мы публично озвучиваем свои политические и экономические программы. И нет ничего, чтобы противоречивало нашему законодательству. Мы будем добиваться мирной смены режима Назарбаева. И поэтому те пункты в резолюции, в котором четко говорится, что демократический выбор Казахстана это мирная политическая организация, по сути, дезавуирует решение, которое принято и сельским судом, притом тайно, принято без присутствия нашего представителя. Никто это решение не видел. И здесь же в решении, в резолюции Европейского парламента четко озвучивается, что в прошлом году, когда демократический выбор Казахстана организовал в различные акции и митинги, было задержано свыше 500 сторонников демократического выбора Казахстана. Они преследовались, преследовались. И некоторые попали в тюрьму, в частности, вот Аблавас, Джубаев, Асетапишев и другие. И фамилии очень детально описаны. Вы знаете, что наших сторонников нынешняя власть активно преследует. Недавно пытались посадить Айгуляк Берды на 5 лет, но так получилось, что судьи в Актал отказались подчиняться приказам сверху. И сейчас прокуратура подала протест и 2 апреля планируется суд. Мне просто очень интересно, как власти Казахстана после такой резолюции будут пытаться ее осудить. Как вы понимаете, эта резолюция вышла не случайно. Это плод работы десятка международных правозащитных организаций. Это работа сотен депутатов. В Европарламенте свыше 700 депутатов существует множество различных партий. Партия объединяет собой представители из разных европейских стран. И вы понимаете, что такого рода резолюция она просто так не выходила. Это очень серьезная аналитическая работа. Это очень серьезная работа по изучению соглашений между Евросоюзом и Казахстаном. Поэтому, хотя некоторые критики говорят, что вот Казахстан плевал на разного рода резолюции, я хотел бы в этой связи напомнить, что привезти такую же позицию занимал Путин, занимала такую позицию Россия. И давайте мы просто вспомним, что же произошло и происходит в рамках международного отношения между Россией и Евросоюзом, между Россией и США, и какие последствия уже есть, и какие новые надвигаются на тех, кто, по сути, игнорирует подписанные соглашения, игнорирует партнерские отношения, игнорирует такие крупные союзы, как Европейский союз или Соединенные Штаты Америки. Итак, как вы помните, в 2014 году Россия, грубо поправ международные договора, которые она подписала, а именно Украине и со стороны России, была дана гарантия, в связи с тем, что Украина отказалась от ядерного оружия, и это ядерное оружие было вывезено с территории Украины и передано России. Россия, в частности, взяла на себя международные обязательства. Это подписано было соглашение, так называемый Будапештский меморандум, России, Украины, Соединенные Штаты Америки, Англии. И в рамках этих обязательств Россия гарантировала незыблемость границ Украины. Тем не менее, произошла, по сути, интервенция. Крым перешел в собственность России, они сделали фальшивый референдум под дулами автоматов. Восточная часть Украины была захвачена под видом сепаратистов, якобы солдаты, которые ушли в отпуск, добровольцами перешли границу и начали помогать сепаратистам в Украине. Вот, собственно, произошло прямое нарушение договоров со стороны России. И если на первых порах были различные резолюции, предупреждения, дипломатическое давление, встречи политического характера, то шаг за шагом все это перешло в режим экономических и политических санкций. По сути, это привело к тому, что российский рубль обвалился в два раза. И эти последствия ощутил и сам Казахстан, у которого курс тенге тоже обвалился в два раза и более. Ну, собственно, Казахстан в союзе с Россией, в Евразийском таможенном союзе, поэтому неудивительно, что ухудшение положения экономического в России, безусловно, сказалось и на Казахстане. Итак, пошли экономические санкции, политические санкции, Россия лишена права голоса в Советах Европы, фактически были запрещены инвестиции на территорию России, инвесторов, и испытывая дефицит денег, испытывая отток долларовых депозитов, долларовых инвестиций, российский рубль начал стремительно падать и начала девальвироваться национальная валюта. Но на этом все не закончилось. Затем пошли персональные санкции против огружения Путина. Когда его миллиардеры, ближайшие друзья, которые получают крупные государственные заказы, воруют активы государства по низким ценам, и они все являются друзьями Путина, сейчас против них развернуты санкции, и эти люди стали невыездными. Более того, многие из них даже по кредитной карточке не могут заплатить за лечение, они же привыкли жить в Европе, лечиться в европейских больницах и так далее, их дети получают образование на Западе, и вот, собственно, они очень быстро ощутили прелесть этих репрессий, экономических и политических санкций. То же самое происходит буквально отраслевое давление на российскую экономику. Вот, собственно, сейчас вы можете узнать, готовится новый пакет акций в Соединенных Штатах Америки, который по своей жесткости многократно сильнее, чем предыдущие. Многие российские банки фактически потеряли возможность вести расчеты как в долларах, так и в евро. Это реально стали, они превратились в локальные банки, потеряли возможность привлечения денег из-за рубежа, их клиенты потеряли возможность осуществлять экспортные импортно-операции, и я вам скажу, что последствия ужасающие, они будут только усиливаться, ну или взять известного певца, депутата Госдумы России Иосифа Кобзона, который недавно умер, и он тоже вошел в санкционный список, регулярно осуществлял нападки, поддерживал аннексию Крима Востока Украины, и дело закончилось тем, что он не смог ездить лечиться в Европу, ту самую Европу и Америку, которую он постоянно ругал, называл их по-всякому, он потерял возможность лечиться и умер. Вот я вам только маленькие сегменты примеры привожу, каким образом тейные резолюции по сути подготавливают почву для организации полномасштабных санкций. Теперь давайте мы вернемся к Казахстану. Мы прекрасно все знаем, что Назарбаев его ближайшее окружение своих капиталов держит по сути дела за рубежом, держит в таких банках, которые так или иначе вынуждены быть участниками международных расчетов. Сейчас банковская система стала глобальной, единой. Если ты даже деньги держишь где-то в Сингапуре или в Гонконге или где-то в Дубае или в Объединенных Арабских Эмиратах как Абу-Даби, поверьте мне, как крупному банкиру, что эти капиталы спрятать невозможно. Когда диктатор теряет власть, а это происходит безусловно в любом случае, это было с Каддафи, это происходило со многими президентами авторитарных стран, как только они теряли власть, на следующий день, буквально на следующий день, все банки мира накладывают арест на их имущество. Все ведущие европейские страны Соединенные Штаты Америки обычно, как правило, накладывают санкции, замораживают счета, то есть это происходит тогда, когда эти люди теряют власть. Но практика последних лет показывает, что эти санкции наступают раньше, как, собственно, произошло в Венесуэле, когда существующая государственная нефтяная компания была обложена санкциями и привела к тому, что она оказалась не в состоянии ни продавать нефть, ни отгружать. Так вот, в масштабах мировой экономики доля Казахстана вообще настолько ничтожная, маленькая, что те 90 миллионов тонн нефти, которые Казахстан добывает в рамках мировой торговли, никто даже не заметит, если с рынка исчезнет этот объем нефти. Но наша страна, конечно, почувствует. Ну и более того, важно то, что Назарбаев и его ближайшее окружение обучает детей за рубежом, капиталы держит за рубежом, отдыхает именно в Европе, лечение получает в Европе, и вы понимаете, что это такого рода резолюции, это первый шаг к осуществлению полномасштабных санкций, и мы этому должны помочь. Все эти резолюции и отчеты вышли не случайно. Именно в прошлом году наши сторонники демократического выбора Казахстана были наиболее активными. Мы проводили акции 22 марта в прошлом году, в апреле, 10 мая мы провели митинг, 23-го мы организовывали митинг и 6-го июля и в сентябре прошлого года. Так вот, в результате всех этих наших действий большое количество людей попало под давление режима. И в отчете Госдепартамента США, и в резолюции Европейского парламента все эти факты зафиксированы. Почему они зафиксированы? Они зафиксированы не только потому, что отдельные средства массовой информации снимали эти задержания, описывали собственно само преследование, но это в первую очередь произошло потому, что наши сторонники писали жалобы через международные правозащитные организации, мы их собирали, фиксировали, вы писали все свои жалобы напрямую депутатам Европейского парламента, и как вы понимаете, собственно, именно поэтому произошла реакция в виде резолюции Европейского парламента. Резолюция, как я сказал, полномасштабная, это привело к тому, что все сферы общественной жизни все было охвачено этой резолюцией, фактически то, что до этого режим замалчивал, прятал, не показывал, обманывал, все теперь выглядит совершенно по-другому. И поэтому наша задача дальше продолжать давление на режим, озвучивать эти факты. Сейчас, вот буквально 14 марта Европейский парламент принял резолюцию в поддержку глобального акта Магнитского. Что такое глобальный акт Магнитского? Дело в том, что российский юрист Магнитский погиб в тюрьме, в российской тюрьме, когда Уильямом Браудером была написана жалоба в российские правоохранительные органы о хищении крупных денежных средств, при том предоставлены доказательства. Все дело закончилось тем, что тот юрист, который озвучил эту позицию, приводил доказательства, был задержан незаконно и по сути он был убит в российской тюрьме. И Америка приняла решение, приняла закон, чтобы наказывать всех тех, кто участвовал в нарушении прав человека, также в различных коррупционных преступлениях. И этот закон стал в 16-м глобальным. В 16-м году стал глобальным. он действует не только на территории Америки. Америка, по сути дела, на основании принятого закона, может привлекать к ответственности любого человека, который ответственен за внушение прав человека за участие в коррупционных преступлениях. И вот, собственно, европейский парламент поддержал этот закон, глобальный закон Магнитского, и обратился ко всем странам Евросоюза, чтобы этот закон был принят в каждой стране персонально. Он сейчас работает уже в Англии. Этот закон принят в Литве, в Эстонии, в Латвии. Я знаю, что сейчас этот закон отрабатывается в Италии. Я знаю, что идет работа во Франции. И уверен, что достаточно короткий срок этот закон будет принят практически во всех европейских странах, особенно после того, как вышла резолюции в Европейском парламенте. Ну и вы же особенно политическая верхушка знаете, где ваши недвижимость, где ваши деньги, где вы любите отдыхать. Вы прекрасно понимаете, что санкции ударят по всем вашим любимым местам, как с точки зрения блокирования денежных средств, с точки зрения получения виз, получения образования, ареста вашего имущества, недвижимости, денежных средств. Это не за горами. И мы активные участники политического движения демократические выборы Казахстана, обладая информацией, обладая определенными возможностями, мы, конечно, теперь эту работу усилим. И, как вы понимаете, эта резолюция вышла в том числе благодаря нашей работе, благодаря работе наших сторонников, благодаря поддержке различных правозащитных организаций. и я вас заверяю, что мы эту работу будем только усиливать. Поэтому всем тем, кто критически смотрит на выход резолюции, вы должны понимать, что это очень важный шаг, это фактически инструмент для подготовки последующих экономических и политических санкций. И Астана, конечно, как я недавно в эфире выступал, через какое-то короткое время это осознает. Их эксперты, которые работают послами Брюсселя, имеют определенный опыт работы в международных организациях, Министерстве иностранных дел, безусловно, получат в ближайшие дни заключение, что на политическую верхушку Казахстана, лично на Нурсултана Назарбаева, надвигается большая-большая гроза. Но в связи с тем, что у нас Назарбаев очень старый, у него, по сути дела, не работают нервные окончания, он где-то витает в облаках, не чувствует не только землю под собой, не чувствует свой организм, он уже у него плохо реагирует на тельные сигналы, надо понимать, что у этого диктаторского режима будет определенная инерция. Будет определенная инерция, по старой привычке, какой-то короткий период, Назарбаев будет продолжать проводить ту же самую политику, но короткий период, потому что реакция будет очень быстро, уже после того, как эта резолюция вышла, вы увидите, реакция будет довольно быстрая на нарушение закона со стороны нынешнего руководства страны. Особенно, я думаю, что очень быстро наш режим почувствует по итогам митинга 22 марта. Дело в том, что известный депутат из Португалии, она же известный правозащитник, она знаменитая на весь мир, можно просто зайти на сайт Европарламента и изучить ее Београд. Это очень знаменитый человек. Она в своем выступлении сказала, упомянула Нурсултана Назарбаева как динозавра, то есть отмирающий вид, то есть вымерший вид на планете Земля. Так вот, он один из таких динозавров, который пытается допотопными средствами управлять страной, обманывать международное сообщество. Это прозвучало в стенах парламента, в котором 700 депутатов представляет все европейское сообщество. То есть, фактически, ее выступление растиражировано во всех странах европейского сообщества. И я вас заверяю, что мы проведем огромную работу, чтобы эта позиция, эта информация о нарушении прав человека дошла до всех парламентов европейских государств. И в итоге, шаг за шагом, та работа, которую проводит Нурсултан Назарбаев в результате того, что он нанимает различные лоббистские группы, подкупает журналистов, все прочее, она очень легко будет разрушена. Весь прошлый год Нурсултан Назарбаев отправлял своих эмиссаров, отправлял в Европарламент. Они все время рассказывали о том, что страна стоит на пути реформ, что реформы хорошо продвигаются, что показатели улучшаются. И все его слова были опровергнуты этой резолюцией Европейского парламента. Его слова были опровергнуты отчетом Госдепартамента в США. Это та страна, где он пытается попасть на прием неважно вчера к Обаме, сегодня к Трампу. Это та страна, откуда приезжает крупный капитал типа Шеврона и участвует в разработке месторождения Матралы и на Каспии. Это ему ничего не помогает и не поможет. Поэтому я хотел бы объяснить, каким образом будет работать резолюция Европейского парламента. Анна Гомиш на этом заседании, где обсуждались права человека в Казахстане, где была дана беспощадная критика действиям режима, заявила о том, что 22 марта состоится митинг демократического выбора Казахстана. Очередной митинг демократического выбора Казахстана. То есть уже весь Европейский парламент знает о предстоящем митинге 22 марта. Несколько слов о митинге. Мы объявили, что это будет митинг-шествие. Но 22 марта это день народного гуляния. По всей стране будут места, где народ собирается, где концерты, массовые гуляния. И мы определили, что к этим местам наши сторонники будут идти в колоннах, по тротуарам в виде шествия. Почему шествия? Потому что по тротуарам, когда наши сторонники идут и гуляют синими шарами, синими шарфами, синими знаменами, синими флажками. Это цвет нашего знамя, символа нашего государственности. У полиции не будет никаких юридических оснований для того, чтобы предъявить претензий, что наши сторонники нарушают якобы автодорожное движение или любые другие местные законы. Полицейские не могут сказать, что наши сторонники якобы митингуют. Нет, они просто будут идти, как обычные пешеходы по тротуарам. И поэтому мы призываем наших сторонников присоединиться к нам, присоединиться с требованиями. Требования, во-первых, пакет матерей. Недавно матери требовали, выходили в разных городах. Теперь мы этот пакет требований формализовали и озвучили. Суть требований, что размер субсидий, которые правительство обязано выплачивать за каждого ребенка не до года, а до 7 лет. Суть требований еще заключается в том, что наши граждане должны в государственных медицинских учреждениях получать бесплатно медицинские услуги. Это является в том числе программой демократической выборы Казахстана. Суть этих требований заключается в том, чтобы дети с 1 по 4 класса получали бесплатные обеды в школах, где они учатся. Также, чтобы наши студенты, я хочу акцентировать внимание наших студентов, молодежь, мы настаиваем, что студенты должны получить стипендию не менее 50 тысяч тенге, как в среднеспециальных, так и в высших учебных заведениях, независимо от того, учатся они в частных учебных учреждениях или в государственных стипендиях, должно выплачивать государство. Также известно, что у нас у молодых людей есть проблема проживания, когда они учатся в среднеспециальных и высших учебных заведениях в тех или иных городах. Хотя правительство заявляет о остро нуждающихся в размере 17 тысяч человек, мы четко понимаем, что их численность значительно выше. И в своих расчетах берем, что нуждающихся не менее 100 тысяч человек. И мы требуем, чтобы этим нуждающим студентам было выплачено компенсации в размере 30 тысяч тенге, для того, чтобы студенты, объединившись, несколько человек, могли снять, арендовать квартиру. Таким образом, эта проблема решится. Для информации я скажу, что если 100 тысяч студентов получат такую компенсацию, эта погода будет менее 100 миллионов долларов. Что такое 100 миллионов долларов для нашей страны, чтобы кардинально решить проблему общежитий для наших студентов. То есть Назарбаев заявляет, что к 2022 году будет построено энное количество общежитий, будут выделены какие-то деньги, проводятся совещания, встречи, акимы областей, городов и так далее. На самом деле эта проблема вообще не должна существовать. Достаточно в год выделять всего лишь 100 миллионов долларов, и эта проблема будет в принципе решена. В принципе. Вот собственно материнский пакет, который я озвучил. Также мы говорим о том, что на этот митинг наши сторонники должны выйти с требованием списать кредиты потребительские и ипотечные. Ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Я уже озвучивал, что Грузия, страна во много раз беднее, чем Казахстан, списала кредиты более чем 650 тысяч человек. Азербайджан, который добывает нефти меньше в 2,5 раза, у которого нет урана, золота и других крупнейших сыровых ресурсов, недавно принял решение списать кредиты 800 тысяч человек. И такая практика повсеместно существует по всему миру. Кредитная амнистия, та, которую мы предлагаем, затронет интересы почти 10 миллионов человек в нашей стране. 10 миллионов человек в нашей стране, если считать, включая их семьи, это затронет почти каждого человека или каждую семью страны. Я напоминаю вам, что ежегодно Насултан Назарбаев через свои банки вливает из бюджета около 10 миллиардов долларов США. Только два банка Коском было влито 8 миллиардов, этот банк перешел в собственность Тимура Кулебаева за 2 тенге. В Сесно банк было влито около 4 миллиардов долларов, и этот банк снова перешел в собственность Насултана Назарбаева, а точнее к его дочери. Я вам привел пример только двух банков, а вы их знаете много, когда ежегодно растворяется банковская система, которая принадлежит на 90% Насултана Назарбаева минимум 10 миллиардов долларов США. Поэтому все эти требования абсолютно реальны. И второе требование на этом митинге шествии мы требуем кредитную амнистию. Если такие страны не очень благополучные в экономическом смысле, как Грузия и Азербайджан сумели это сделать, это сможет сделать и Казахстан. Третье требование мы требуем освободить Сарижана Беляша. Это правозащитник, который защищает казахов на территории Китая, который подвергается преследованию за свою региозную принадлежность, за изучение собственного языка. Мы требуем, чтобы Нурсултан Назарбаев освободил Сережана Беляша. И четвертое требование мы требуем, чтобы Сайрагуль Саутбай получила политическое убежище. Вся ее семья живет на территории Казахстана. Ее угрожают депортировать в Китай. Она была переводчиком именно в этих лагерях так называемого трудового воспитания, где содержится около двух миллионов уйгуров, казахов, кыргызов. Они как бы перевоспитываются китайской властью и Назарбаев никаким образом не помогает нашим соотечественникам, которые попали в эти лагеря. И Сайрагуль Саутбай была переводчиком, которые использовались властями Китая вот именно в этих лагерях и сейчас ее пытаются депортировать в Китай. Мы требуем, чтобы она получила политическое убежище и гражданство Казахстана. Вот четыре основных требования, которые мы планируем озвучить на митинге шествий 22 марта. Еще раз я информирую вас, что Европейский парламент знает о предстоящем митинге 22 марта. Мы призываем наших сторонников именно с голубыми шарами, голубыми шарфами, синими и голубыми знаменами, с плашками участвовать в шествии, а потом на митинги и выдвинуть эти требования. Не получится изменить что-либо в нашей стране, если активно не действовать, не протестовать. В прошлом году в апреле мае бескровно армяне сумели сменить власть, которая более 10 лет руководила страной и по сути дела управляла, создала коррупционный режим в Армении и все изменения произошли мирным путем. Миллионы человек вышли в Алжире, миллионы человек добились, что нынешний президент, по сути инвалид, который не может управлять страной. У него был инсульт, он ездит на инвалидные коляски и народ потребовал, чтобы он не выдвигал себя в апреле на новые выборы президента. И массовые выступления людей привели к тому, что президент Бутафлик отказался от участия на выборах. И такого рода примера показывает, что именно активные протесты, выражения своей воли народа приводят к тому, что происходит изменение. Молчание, страх ничего не изменит. Когда на улице выйдут десятки тысяч людей, объединенных единым, единая тема, едиными требованиями, власть никуда не денется. Поэтому я собственно призываю наших сторонников 22 марта в 1 часов местного времени поддержать инициативу демократического выбора Казахстана и вы увидите, что от митинга к митингу количество протестующих будет нарастать. 27 февраля наши сторонники вышли к офисам партии Нуратан и это было замечено. Это было отмечено в отчетах Госдепартамента США, это было отмечено специальной резолюцией Европейского парламента и такую же поддержку я уверен мы получим и далее. Уважаемые друзья, я хотел бы поблагодарить наших сторонников, которые независимо от давления со стороны власти продолжают оказывать давление на эту власть, привлекают все больше и больше сторонников, я уверен, что наша активность приведет к тому, что ситуация в стране изменится и Нурсултан Назарбаев, который 30 лет у власти в конце концов уйдет и мы добьемся полной смены режима и построим парламентскую республику без должности президента. Алга, Казахстан. Продолжение следует...